Чувство здорового патриотизма надо прививать с молодую. В этом уверены авторы проекта «Вахта героев Отечества». В Ульяновске провели встречу с ветеранами боевых действий. Кадеты и школьники познакомились с заслуженным летчиком Николаем Ярцевым и генералом Вадимом Орловым. Николай Ярцев приехал в Ульяновск из Сызрени. В 90-е годы он окончил высшее военно-авиационное училище. Затем служил в военно-воздушных силах Забайкальского военного округа и Центральной группы войск. Хочу отдельно отметить, что Верховный Главнокомандующий 23 февраля на аэродроме Чкаровский вручил моему полку, которым я когда-то руководил, 487-й отдельный вертолетный полк, орден Кутузова. Для меня это тоже большая честь. И для тех молодых, которые после нас остались, продолжателей нашего дела. Прославленный генерал, первый командир 31-й десантно-штурмовой бригады, почетный гражданин Ульяновска. Вадим Орлов тоже поделился опытом с ребятами. Первым из трех военных вузов Вадима Орлова стало престижное Киевское военное командное училище, которое к тому времени стало базовым учебным заведением Советской Армии. В 1974 году учеба была окончена. Далее ВДВ. Первая должность – командир парашютно-десантного взвода. До начала Афганской войны оставалось всего пять лет. В Афган Орлов и его батальон отправились в 1982 году. Потом судьба. Командиром дивизии уже две чеченские компании, Дагестан, два грузино-абхазских конфликта. Но уже после меня дивизия принимала участие в Сирии, присоединяла Крым. Дети с интересом слушали истории героев. Безусловно, ребята из кадетского корпуса отличаются от многих ровесников идейностью и патриотизмом. В юнормейце это там более все строго, там надо все быть по правилам. Обычно в школе там просто учишься, получаешь знания. Подобные мероприятия проходят по всей стране при активной поддержке и участии администрации президента и общественной палаты. Виктория Щеркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.